Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Хочу немного с вами поболтать. Я тут вышла прогуляться за территорию дома, посмотреть, показать вам, какая здесь природа. Здесь есть такая небольшая лесополоса, там вот за этим леском начинается другой поселок, тоже дома. То есть лес небольшой, но все равно очень красиво. Сегодня воскресенье, 13 августа. Мы сюда приехали вчера в субботу и планировали остаться с детьми на неделю. Но у нас случилась одна неприятность. Я вам чуть позже в видео все расскажу, покажу. И, скорее всего, из-за этой неприятности мы не можем здесь остаться с детьми. Если бы были только взрослые, может быть, можно было бы как-то перекантоваться, но с детьми не получится. Так что, скорее всего, поедем в квартиру. Сегодня, кстати, такая погода пасмурная, не холодная, ну так слегка прохладная, по-моему, 22 градуса. Я просто обожаю такую погоду. Я не люблю, когда очень сильно солнечно. Мне вечно щурится приходится, очень чувствительные глаза на солнце реагируют. А вот такую погоду без яркого солнца, когда не сильно холодно, я просто обожаю. Ребята, мне под видео писали, что уже соскучились по квартирному контенту, по мотивации на уборку. И, признаюсь, я сама уже по этому всему соскучилась. Хочу что-то такое поснимать, очень много идей. Я очень давно хочу снять видео про обзор расхламления гардероба, организацию гардеробной комнаты. И надеюсь, что либо в конце августа, либо в сентябре появится такое видео. Это, конечно, уже надо снимать в квартире. Вот, так что немножечко потерпите, кто ждет такие видео. Ну, а пока буду показывать вам наше обновление на даче. Что мы сейчас здесь делаем, какую мебель собираем. Так что давайте начнем этот влог. И всем желаю приятного просмотра. Хочу показать вам обновление на нашей кухне. Вот такой набор столовых приборов я недавно приобрела. Здесь 24 предмета, 6 больших ложек, 6 маленьких ложек, 6 вилок и 6 ножей. Честно говоря, я очень давно хотела купить такой набор. Мне нравится именно в золотистом цвете. Я не планирую мыть его в посудомоечной машине. Хотя производитель указывает, что можно мыть в посудомойке. Но я побаиваюсь, что это покрытие там быстро сойдет под воздействием этого средства для посудомойки. Поэтому буду мыть приборы вручную. Мне очень нравится, как эти приборы смотрятся. Такие изящные, красивые. Заказывала я этот набор на Валберис. Если что, ребята, это не реклама. Покупала все за свои деньги. Стоит в районе 1000 рублей такой набор. Там, кстати, можно приобрести наборы, где есть еще дополнительно 6 вилок маленьких. Мне кажется, что такие наборы можно заказать и на Алиэкспресс. Там может быть даже подешевле. Я, кстати, выбирала между серебристым цветом и золотистым. Но вот в золотистом цвете мне нравится больше. А еще там есть и в черном цвете, и в светло-розовом цвете на любой вкус. В общем, поделилась с вами таким недавним приобретением своим на кухню. Будем пользоваться с удовольствием. Ребята, я в своем телеграм-канале с вами уже делилась, что у нас появился вот такой гриль. Его подарил мой родной брат мужу на день рождения. И здесь я вам показываю еще, когда он был новенький. А сейчас уже переносимся в другой день. И мы вечером решили пожарить чивопчичи, колбаски. Вообще, я считаю, что шашлык это мужское дело. И, как правило, у нас готовит его муж, жарит на гриле. Но в этот раз муж был занят. Он занимался воротами, делал электропривод для ворот, чтобы они автоматически открывались. Вообще, конечно, готовка на гриле это очень интересная штука. И я знаю, что есть даже целые каналы на ютубе, где рассказывают про все хитрости приготовления на гриле. У меня в этот вечер, как вы понимаете, был первый опыт готовки на гриле. И моя ошибка была в том, что я положила сразу все, что у нас было. На будущее я поняла, что лучше класть меньше, чтобы успевать все переворачивать, и ничего не подгорело. Здесь я вам показываю, сколько мы всего накупили в тот день. Вообще, чаще мы делаем сами шашлык, то есть сами маринуем мясо. Что-то можем докупить, там буквально одну-две упаковки чивопчичи. Но в этот день что-то не было времени самим готовить. Поэтому в этот день готовили на гриле все покупное. Ну и, конечно, все эти колбаски, чивопчичи не так полезны, как шашлык из мяса, приготовленный в домашних условиях. У меня очень часто бывает, что наешься такого, и потом ощущается тяжесть, вздутие, дискомфорт в животе. Делитесь в комментариях, бывает ли у вас такое после шашлыков. Мама мне посоветовала в таких случаях принимать панкреатин. Он как раз помогает пищеварению при погрешности в питании и нормализует процессы пищеварения. Мои родители, кстати, уже несколько лет в похожих случаях принимают именно этот препарат от Реневал. И я доверяю этому производителю. Производитель российский. В моей аптечке много и других препаратов от Реневал. Думаю, у многих из вас он на слуху. И цена в аптеках недорогая, доступна каждому. Так что, если кто-то из вас столкнулся с похожей проблемой, как у меня, которая, к сожалению, особенно актуальна в летний сезон, в период шашлыков, я смело могу рекомендовать вам этот препарат. Мне очень помогает. Хочу показать вам, какая недавно приехала мебель к нам в спальню. Здесь в коробках находится комод. Это снова Икеа, комод серии Hemnes. Я очень давно хотела купить этот комод. Наверное, месяца два его выбирала. Заказывала я через Авито. Ребят, мне под предыдущим видео писали, что Икеа сейчас не актуальна, что за эти деньги можно выбрать мебель гораздо лучшего качества. Я не против мебели других производителей, отечественных производителей. Рассказывала вам в своих видео, что сколько мы заказывали мебель отечественного производителя, нам очень часто не везло. Были либо какие-то проблемы со сборкой, либо с качеством. Сейчас я нахожусь в поисках кровати. Тоже, наверное, месяца два я выбираю кровать именно к нам в спальню, не в гостевой, потому что там уже кровать есть. Я ищу кровать с мягким изголовьем, светлых тонов, чтобы она была шириной метра шестьдесят. И в разумной ценовой категории. Вы знаете, вот те кровати, которые мне нравятся, они стоят примерно 35-40 тысяч. Я в квартиру покупала кровать за эту стоимость. На дачу мне хотелось, конечно, бы подешевле. Но то, что я смотрю подешевле, мне совершенно не нравится. Так что, может быть, вы в комментариях мне что-то посоветуете, и я отойду от Икеа, закажу что-то другое. Икеа мне в первую очередь нравится со стилем. Там очень интересные решения. Мне очень нравится, что там продуманные серии. То есть, например, в одной серии можно купить кровать, комод, тумбочки. И второй огромный плюс – это удобство и простота сборки. То есть, когда ты начинаешь собирать Икеа, то это настолько быстро и легко, что тебе сам процесс сборки доставляет удовольствие. Вот так комод смотрится в спальне. Мне очень он понравился. И внешним видом, все, как я и ждала. И по функционалу. Здесь много ящиков. Ящики глубокие. У комода параметры. Ширина 160 сантиметров. Высота 96 сантиметров. И глубина 50 сантиметров. Ребят, единственное, у комода не оригинальные направляющие. Не те, которые были раньше в Икеа. И ящики без доводчиков. Потому что комод произведен на фабрике в Республике Беларусь. И производитель использует те комплектующие, которые сейчас имеются в наличии. Конечно, то, что ящики без доводчиков – это такой приличный минус. Но я думаю, мы сможем что-нибудь придумаем, докупим и сделаем, чтобы ящики были с доводчиками. Я на комод временно поставила вот такой цветок. Уже я вам рассказывала в своем телеграм-канале и в коротких видео, что у меня появился новый житель. Этот цветок называется Антуриум. Или мне в комментариях написали по-другому мужское счастье. Я его заказывала на Озон. Курьер привез в хорошем состоянии. Единственное, один листочек там был немножко поврежден. Но я думаю, что ничего страшного. Я вообще этот цветок планирую посадить в высокое кашпо, чтобы он стоял в гостиной. Но вот пока временно поставила его сюда. Я вам уже в своих видео рассказывала, что эта спальня будет наша с мужем. Вторая спальня у нас гостевая. Гостевая спальня уже укомплектована. Там уже есть и кровать, и тумбочки, и небольшой комод, который мы перевезли из квартиры. А вот в нашей спальне здесь пока только комод. Тюль я повесила. В обеих спальнях у нас очень высокие потолки. Здесь так просторно, легко дышится. А потолки в самом высоком месте получается у нас высотой 3,7 метра. То есть почти 4 метра. Это, конечно, после квартиры особенно очень здорово. В комоде очень вместительные ящики. В нижних ящиках я планирую хранить какие-то постельные принадлежности. Постельное белье, подушки запасные. В общем, что-то такое более объемное. А в верхних ящиках, скорее всего, буду хранить какую-то одежду, белье. В общем, что-то такое более мелкое. Мы не планируем в спальне покупать пока шкафы. Мы хотим один шкаф купить, который будет стоять в прихожей. Но у нас на сегодняшний день есть передвижная вешалка. Я вам показывала ее в предыдущем видео. То есть туда можно какие-то вещи повесить на плечики. А другую одежду можно сложить в комод. И еще у нас появилась новая мебель в кухне-гостиной. Мы заказали очень красивую тумбу под телевизор. По крайней мере, мне очень она нравится. Вот такого красивого, приятного шоколадного цвета. Тумба, кстати, это отечественного производителя. Мы заказывали ее на Озон. Стоила тумба в районе 11 тысяч. Немножко подороже. В принципе, мы остались с тумбой довольны. У нас здесь телевизор довольно большой. Мы специально покупали не маленький. Приобрели даже больше, чем у нас в квартире. Экран здесь размером 65 дюймов. И вот мы временно телевизор, там видите, на заднем плане поставили на колонки. И долго выбирали под него тумбу. Выбирали по отзывам. Я хотела именно на ножках. Изначально думала, может быть, тоже сюда поставить комод. Но муж сказал, что нет, нужно что-то такое не очень высокое, чтобы из дивана было удобно смотреть телевизор, чтобы здесь был такой эффект, как в кинотеатре. И вот нам обоим очень понравилась эта тумба в скандинавском стиле. И по поводу цвета я немножко переживала, как она будет смотреться на фоне наших светлых деревянных стен. Потому что в основном у нас здесь мебель белого цвета. Я уже вам рассказывала, мне очень нравится, как белый цвет смотрится на фоне дерева. Но эта тумба шоколадного цвета тоже здесь очень красиво смотрится. И вот здесь я вам поближе показываю. Ребята хорошо продумали сборку. Каждую деталь промаркировали буквы, чтобы было все понятно и удобно собирать. Ребята, здесь я вам так кратенько показываю, как тумба смотрится. Это еще не конечный вариант. Мне не нравится, что внизу виднеются провода. Буду их убирать. И, скорее всего, музыкальный центр вообще в другое место переедет. Просто показываю вам в целом, как в собранном виде тумба смотрится. Показываю вам, что у нас сегодня случилось. Представляете, сегодня в субботу, 12 августа, приехали в дом и обнаружили, что у нас абсолютно не морозит, не холодит холодильник. Он был включенный, горел свет. И я просто открываю морозильную камеру и смотрю, что у меня там все растаявшее, все в воде. Уже даже запах от рыбы пошел. В общем, мы пытались его перезагрузить. И у меня сразу мысль, может быть, мы его оставили открытым, когда уезжали. Потому что мы уезжали в четверг вечером. То есть, получается, позавчера. Может быть, дети как-то случайно открыли. Но нет. Когда я подходила к морозилке, открывала, то дверь была плотно закрыта. Я бы сразу обратила внимание, если бы он был открыт. И, в общем, перезагрузили его. И все равно он не морозит, не холодит. Мы, конечно же, расстроились. Позвонили в сервисный центр. Потому что гарантия продавца уже на него не распространяется. То есть, две недели после покупки прошло. Мы с продавцом связались. Мы заказывали его на Озон. И продавец сказал, что нужно звонить в сервисный центр. Вот туда дозвонились. Сказали, что мастер приедет. И скажут уже, в чем причина. Если причина в самом холодильнике, не по нашу вине. Но я не знаю, как это может быть по нашу вине. Потому что он у нас просто стоял. Если не по нашу вине, то, естественно, ремонт будет бесплатный. Я не знаю, ремонт или замена. И я когда мыла полы, не знаю, может быть неделю назад, заметила, что вот здесь немного окислилось. Не знаю, связано это или это в пределах нормы. Я просто не разбираюсь в холодильниках. Муж говорит, что может быть фреон вытек. Такое ощущение. Да, вытек. И, конечно, без холодильника с детьми. Ну, как жить без холодильника? У нас сейчас он используется как шкаф. Вот так вот все стоит. Половина здесь на выброс. Ничего не покупаем, то, что хранится в холодильнике. Так что, да, вот такая у нас случилась большая неприятность. Холодильник мы заказывали, честно, я не помню, мне кажется, не больше 25 тысяч рублей он стоил. Холодильник у нас, по-моему, индезит. И он у нас такой же, как в квартире. Мы почему его и заказали? Потому что он проверенный. Мы без всяких нареканий, то есть мы уже в квартире им пользуемся полтора года таким же. И все отлично. И самое интересное, что он, получается, перестал морозить в наше отсутствие, когда нас здесь не было. Мы подумали, может быть, свет здесь отключали. Но если бы свет отключали, он бы потом включился же. В общем, такие дела. И я думала, может быть, мы на неделю еще останемся с детьми здесь, потому что еще летние каникулы продолжаются. Но я просто не знаю, как здесь теперь без холодильника жить. Муж говорит, может быть, на авито как-то б.у. холодильник искать в срочном порядке. Ну, не знаю, это, мне кажется, тоже не вариант. Короче, вот такая у нас печальная история произошла. Да, Рыжик? У нас очень-очень большая проблема. И вот здесь вот уже огромные лужи. Здесь вот уже все в воде. Я не знаю, в каком месте это протекает. Вот здесь вот видно, что прям струйками стекает вода. Вот сейчас ливень еще не прекратится. То есть, я так понимаю, пока ливень не прекратится, оно так и будет течь. И здесь уже просто, здесь вот у меня уже вся ванна, я сейчас в ванной, вся ванна уже мокрая. Если бы нас тут не было, я не представляю. Вот здесь вот уже просто, вот так вот я провожу, она даже за один раз не вытирается, вода. Течет, течет и течет. И вот тут по трубе тоже течет. Хочу еще показать вам нашу территорию. Если вы смотрели предыдущее видео, вы видели, что здесь лежали доски. Лев здесь положил доски, чтобы можно было ходить. Такая самодельная дорожка была. Но мы решили эти доски убрать, чтобы тоже здесь эта дорожка заросла травой. Я хочу здесь пройти сейчас граблями, так, легонечко, и потом засыпать семена. Нам, когда делали планировку участка, то остался целый мешок семян вот этой газонной травы. И хочу семена насыпать после того, как граблями пройдусь, и потом немного утрамбовать. И чтобы у нас был такой ровненький газон. Газонокосилку мы уже вчера купили. Я уже тут взялась за грабли. И, знаете, на монтаже я себя ловлю на мысли, что очень непривычно, особенно после квартирного контента, смотреть на себя с граблями. Но ничего, я довольно комфортно себя с ними чувствую. И мне повезло, что в тот день земля была после дождя. Можно было ее програбить, хотя нужно было прикладывать определенные усилия. Я даже вспотела. А если бы земля была сухая, я бы, наверное, вообще ничего не могла сделать. Конечно, в идеале было бы здесь вскопать землю, посадить, потом утрамбовать. Но я решила обойтись малой кровью, так сказать. Потом быстренько засыпала семена. И надеюсь, что, ну, хотя бы что-то здесь прорастет. Но в любом случае, я думаю, трава здесь вырастет. И будет все нормально. Потому что вручную вскопать такую землю утрамбованную и сухую, несмотря на то, что там верхние сантиметра два более-менее влажные, все равно было бы очень тяжело. Мне, конечно же, помогали дети. Они вообще активно принимают участие во всем, что мы делаем. Им сразу все это интересно. И после того, как мы засеяли семена, мы просто так ногами прошлись, чтобы немного утрамбовать. Мне, наверное, опять сейчас в комментариях будут писать, что я все неправильно сделала. И, конечно, я не претендую на то, что я правильно все делаю. Так что можете смело меня поправлять в комментариях. И в конце видео хочу показать вам свои гортензии, как они распустились. Хотя распустились они еще не до конца, продолжают распускаться. Вот первый цветок я вам показываю. Это самая большая шапка. Мне кажется, даже веточки тяжело держать этот цветок. Я его подвязала. Этот кустик у меня метельчатой гортензии. Я ее сажала примерно месяц назад. Тоже вам в своем видео подробно показывала. Рассказывала про саженцы, где я их покупала. Можете посмотреть это видео. И вы знаете, это такие необычные цветы. Они когда распускаются, сначала белые, а затем спустя несколько дней они начинают розоветь снизу. Получается такой очень красивый переход от розового к белому. На другом кустике у меня цветы помельче. Это другой сорт. Это называется Sunday Fries. Они, можно сказать, здесь только распускаются. Ну а вот третий кустик, я переживала, что он не будет свисти. Но вот последние дни стала присматриваться и увидела, что там тоже появляются завязи цветов. Так что думаю, что в этом сезоне тоже он будет свисти. На этом буду заканчивать свое видео. Если вам интересно было его смотреть, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Заходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь. Там я стараюсь каждый день что-то выкладывать либо для вас полезно, либо наши новости. До встречи в новых видео. Всем пока!